В Краснодаре трамвай задавил пешехода. Авария произошла около двух часов дня на остановке ТЭЦ. Трамвай четвертого маршрута, двигаясь со стороны Комсомольского в сторону центра города, остановился и высадил пассажиров. Но пожилая женщина выйти не успела. Как рассказали очевидцы, ее зажало дверьми. И когда трамвай тронулся, пассажирка оказалась под колесами вагона. Бабушка выходила с трамвая, то есть трамвай здесь остановился, она выходила с трамвая, не успела выйти. Трамвай тронулся, закрыл двери. Она проехала туда, попала под колеса. Ее начало под колесами воротить. Но тут части тела остались. Она кричала очень сильно. Люди кричали, трамвай не остановился. Но он медленно ехал, этот трамвай. И он остановился аж там. Женщину протащила около 10 метров. Скорая прибыла на место ЧП спустя несколько минут, но спасти пенсионерку не смогли. От многочисленных травм она скончалась. Полиция опросила очевидцев. Сейчас правоохранители работают с кондуктором и водителем трамвая. Известно, что последнему 59 лет. В трамвайно-троллейбусном управлении он работает не первый год. Кстати, некоторые очевидцы сообщили, что водитель трамвая был в наушниках и мог не услышать крики пострадавшей. По предварительной версии на перекрестке улиц трамвайной Мачуге в 13.30 произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина выходила из трамвая маршрута номер 4, допустила падение. А водитель трамвая, мужчина 59 лет, не увидел и начал движение. В результате нанес женщине травму, несовместимую с жизнью. Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы, которые видели, как произошла данная трагедия. Также рассматриваться будет вопрос о возможности возбуждения уголовного дела по части 3 ст. 264 Уголовного кодекса, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем, либо иным транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, которое предусматривает до 5 лет лишения свободы. Из-за ЧП движение трамваев было остановлено почти на 3 часа. Сейчас общественный транспорт снова ходит по расписанию. Субтитры создавал DimaTorzok